В Ташкенте 23 августа на рынке электроники Малека сотрудники правоохранительных органов провели рейд против мужчин с бородой. В результате проведенного рейда были задержаны и доставлены в отдел милиции десятки бородатых местных жителей. В здании милиции всем задержанным изобрели бороды, после чего всех отпустили. Об этом сообщил один из пользователей Facebook Джамалиддин Мухаммад. Когда я вышел из рынка Малека, непредставившиеся сотрудники милиции в форме задержали меня и увезли в четвертый ГОМ. При входе в отдел я увидел длинную очередь, в которой стояли исключительно мужчины и парни с бородой. Я сразу понял, что речь пойдет о бороде. Внутри тоже была очередь. Там записывали данные задержанных и фотографировали их. Меня тоже сфотографировали. В следующем кабинете с нами беседовали. Там мне заявили, что я обязан сбрить свою бороду. Естественно, я не согласился. Затем отказавшийся представиться сотрудник заявил мне, что меня не отпустят, если я не сбрию бороду. Тогда я сказал ему, покажите мне закон, в котором написано запрете ношения бороды. Тогда я безукоснительно подчинюсь вашим требованиям. Но они не показали мне никакого закона или документа, в которых четко прописан запрет на ношение бороды. Написал Джамалиддин у себя на странице в Facebook 23 августа. Напомним, что во времена правления предыдущего президента Каримова в Узбекистане существовал запрет на исламское женское одеяние, посещение мечети детьми, отпускание бороды мужчинами и прочие исламские атрибуты. Аналитики отмечают, что, несмотря на объявленные Мерзияевым реформы в религиозной сфере, ситуация после непродолжительного смягчения возвращается к исходному положению, что в очередной раз указывает на популистский характер проводимых реформ. Примечательно также и то, что насильственное бритье бород, соблюдающим религию мужчинам, практикуется не только в Узбекистане. В течение последних пяти лет наблюдатели в Таджикистане периодически фиксируют аналогичные рейды против бороды. Продолжение следует...